Глава пятая О, не знай сих страшных снов Ты моя Светлана Жуковская В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе Зимы ждала, ждала природа Снег выпал только в январе На третье в ночь Проснувшись рано в окно Увидела Татьяна поутру побелевший двор Куртины, кровли и забор На стеклах легкие узоры Деревья в зимнем серебре Сорок веселых на дворе И мягко устланные горы Зимы блистательным ковром Все ярко, все бело кругом Зима Крестьянин, торжествуя на дровнях Обновляет путь Его лошадка снег почуя Плетется рысью как-нибудь Бразды пушистые взрывая Летит кибитка удалая Емщик сидит на облучке В тулупе, в красном кушаке Вот бегает дворовый мальчик В салазке жучку посадив Себя в коня преобразив Шалун уж заморозил пальчик Ему и больно, и смешно А мать грозит ему в окно Но, может быть, такого рода Картины вас не привлекут Все это низкая природа Изящного немного тут Согретый вдохновенье богом Другой поэт Роскошным слогом Живописал нам первый снег И все оттенки зимних нет Он вас пленит, я в том уверен Рисуя в пламенных стихах Прогулки тайные в санях Но я бороться не намерен Ни с ним, пока мест Ни с тобой, певец Финлянки молодой Татьяна, русская душою Сама не зная, почему С ее холодною красою Любила русскую зиму На солнце иней В день морозный И сани И зарею поздной Сиянье розовых снегов И мглу крещенских вечеров По старине торжествовали В их доме эти вечера Служанки со всего двора Пробарышень своих гадали И им сулили каждый год Мужьев военных и поход Татьяна верила преданьям Простонародной старины И снам, и карточным гаданьям И предсказаниям луны Ее тревожили приметы Таинственно ей все предметы Провозглашали что-нибудь Предчувствия теснили грудь Жеманный кот на печке Сидя мурлыча лапкой Рыльцы мыл То несомненный знак Ей был, что едут гости Вдруг увидя молодой Двурогой лик луны На небе с левой стороны Она дрожала и бледнела Когда ж падучая звезда По небу темному летела И рассыпалась тогда В смятении та не торопилась Пока звезда еще катилась Желание сердца ей шепнуть Когда случалось где-нибудь Ей встретить черного монаха Или быстрый заяц Меж полей Перебегал дорогу ей Не зная, что начать Со страха предчувствий Горестных полна Ждала несчастья уж она Что ж Тайну прелесть Находила и в самом ужасе она Так нас природа сотворила К противоречию склонна Настали святки То-то радость Гадает ветренная младость Которой ничего не жаль Перед которой жизнь и даль Лежит светла, необозримо Гадает старость Сквозь очки У гробовой своей доски Все потеряв невозвратимо И все равно Надежда им Лжет детским лепетом своим Татьяна любопытным взором На воск потопленный глядит Он чудно вылитым узором Ей что-то чудное гласит Из блюда полного водою Выходят кольца чередою И вынулось колечко ей Под песенку старинных дней Там мужички-то все богаты Гребут лопатой серебро Кому поем тому добро и слава Но сулит утраты Сей песни жалостный напев Милей Кошурка Сердцу дев Морозно ночь Все небо ясно Светил небесных Дивный хор Течет так тихо Так согласно Татьяна На широкий двор В открытом платьице выходит На месяц зеркало наводит Но в темном зеркале Одна Дрожит печальная луна Чу Снег хрустит Прохожий Дева к нему на цыпочках летит И голосок ее звучит Нежней свирельного напева Как ваше имя Смотрит он И отвечает Агафон Татьяна По совету няни Сбираясь ночью Выражить Тихонько Приказала в бане На два прибора Стол накрыть Но стало страшно Вдруг Татьяне И я При мысли о Светлане Мне стало страшно Так и быть С Татьяной Нам не выражить Татьяна Поясок шелковый Сняла Разделась И в постель Легла Над нею вьется лель А под подушкой у пуховой Девичье зеркало лежит Утихло все Татьяна Спит И снится Чудный сон Татьяне Ей снится Будто бы она идет По снеговой поляне Печальной мглой Окружена В сугробах снежных Перед нею шумит Клубит волной своею Кипучий темный Седой поток Не скованный зимой Две жердочки С клеенной льдиной Дрожащий гибельный Мосток Положены через поток И перед шумящую Пучиной Недоумение полна Остановилась она Как на досадную Разлуку Татьяна Ропщет на ручей Не видит никого Кто руку С той стороны Подал бы ей Но вдруг Сугроб Зашевелился И кто ж Из-под него Явился Большой Взъерошенный Медведь Татьяна Ах А он Реветь И лапу С острыми Когтями Ей протянул Она Скрипясь Дрожащей ручкой Оперлась И Боязливыми Шагами Перебралась Через ручей Пошла И что ж Медведь За ней Она Взглянуть Назад Не смея Поспешно И ускоряет Шаг Но от косматого Лакея Не может Убежать Никак Кряхтя Валит Медведь Несносный Пред ними Лес Недвижны Сосны В своей Нахмуренной Красе Отягчены Их ветви Все Кулаками Снега Сквозь вершины Осин Берез И лип Ногих Сияет Луч Светил Ночных Дороги Телью Все Занесены Глубоко В снег Погружены Татьяна В лес Медведь За нею Снег Рыхлый По колено Ей То длинный Сук Ее за шею Зацепит Вдруг То из ушей Золотые Серги Вырвет Силой То в хрупком Снеге С ножки Милой Увязнет Мокрый Башмачок То выронит Она платок Поднять Ей некогда Боится Медведя Слышит За собой И даже Трепетной Рукой Одежды Край Поднять Стыдиться Она Бежит Он Все Во след И сил Уже Бежать Ей Нет Упала В снег Медведь Проворно Ее Хватает И Несет Она Бесчустина Покорно Не шевельнется Не дохнет Он Мчит Ее Лесной Дорогой Вдруг Меж Дерев Шалаш Убогой Кругом Все Глуш Отсюда Он Пустынным Снегом Занесен И ярко Светится Окошко И в шалаше И крик И шум Медведь Промолвил Здесь Мой Кум Погрейся У него Немножко И в сене Прямо Он идет И на порог Ее Кладет Опомнилась Глядит Татьяна Медведя Нет Она В сенях За дверью Крик И звон Стакана Как на Больших Похоронах Не видит Тут ни капли Толку Глядит Она Тихонько В щелку И что же Видит Сидят Чудовища Кругом Один В рогах С собачьей Мордой Другой С петушей Головой Здесь Ведьма С козьей Бородой Тут Остов Чопорный И гордый Там Карла С хвостиком А вот Полужуравль И полукот Еще страшнее Еще чуднее Вот Рак Верхом На пауке Вот Череп На гусиной Шее Вертится В красном Колпаке Вот Мельница В присядку Пляшет И крыльями Трещит И машет Лай Хохот Пенье Свист И хлоп Людская Молвь И конской Топ Но что Подумала Татьяна Когда узнала Меж гостей Того Кто мил И страшен Ей Героя Нашего Романа Онегин 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 Хвост Хвост Ходит За нею Онегин Онегин Ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Росин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод, журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель-толкователь снов. Сие глубокое творенье завез кочующий купец однажды к ним в уединение, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил за три с полтиной. В придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, две петриады да мармантеля третий том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновидение. Не знаю, как его понять, мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор, буря, ведьма, ель, еж, мрак, мосток, медведь, метель» и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Субтитры создавал DimaTorzok